Всем привет, я Вика и ты смотришь шоу Академии Порядочных Парней Многие поп-исполнители иногда в погоне за хайпом забывают про творчество и выпускают песни, которые зачастую лишены всякого смысла или наоборот оборачиваются нежелательными последствиями для самого исполнителя И иногда кто-то включает такую песню, что сразу же хочется сделать всеми любимый жест Поэтому сегодня ты узнаешь о 10 песнях, которые все ненавидят по различным причинам А по каким, вы сейчас узнаете Ставь лайк, если так же любишь музыку, как любим ее мы Поехали! Кто помнит Меган Азоли, была американскую песню What Do The Fox Say Эта песня когда-то затевалась для обычной передачи, но внезапно стала популярна на весь мир Дело даже не в этом, а в том, что получается, если некоторые деятели русского шоу-бизнеса Пытаются сделать свою версию и получают первое место в рейтинге самых тупых песен в мире Нет, ну ладно, в песне What Do The Fox Say можно найти юмор И эта песня действительно смешная Но нам, честно говоря, до сих пор непонятно, что хотели сказать авторы стиля собачки Что они имели в виду? Может быть, пани, на которой еще тот любитель развлечься с собачками Или эта песня обзор на позы в сексе Значит, следующая песня будет про стиль рогатки? Хотя, собственно, иногда понятно, на что рассчитывают музыканты, делая такие композиции Чем более бесвкусна песня, бессмысленный текст и пошлее видеоряд, тем больше шанс, что непривередливым слушателям это зайдет Что, к сожалению, очень и очень грустно Я думаю, каждый из вас помнит песню, которую можно удостоить звания самой назойливой за последние несколько лет Да, я говорю про трек Фараона, благодаря которому исполнитель превратился в настоящий мем Песня Black Simmons или Skur Skur Skur, как вам будет удобней Сам артист не любит эту песню и однажды вовсе удалил клип со своего официального канала Несмотря на то, что на тот момент видео было просмотрено более 10 миллионов раз Сам Глеб недоволен, что у большинства людей он ассоциируется с треком, который, по его признанию, является для него самого проходным и посредственным Что ж, самокритика Глеба о многом говорит Может, именно поэтому Фараон считается одним из лучших исполнителей в России Другой, не менее вирусный трек Глеба взорвал интернет в прошлом году и тоже стал гипернозойливым И только ленивый на него не снял пародию Сам клип собрал на ютюбе 30 миллионов просмотров Однако статистика лайков и дизлайков не очень хорошая Более 100 тысяч человек оценили творение Глеба пальцем вниз Может, потому что данный трек не везде можно послушать Вы только себе представьте, что врубаете этот трек при маме или учительнице А рэпер поет о том, как оттрахал суку 5 минут назад Кстати, напиши в комментарии, был ли у тебя такой неловкий момент Команда бренда Тимати может буквально из любого слова сделать хит Или же срифмовать слова так, что их будет напевать каждый второй в России Так, надо обратить внимание на отечественное производство Так, что у нас там? Лада, Лада, Прада, Седан, Баклажан О! Лада, Седан, Баклажан Супер песня! В общем, как это обычно бывает, вокруг забавного словосочетания Завертелся и весь рэп Тимати Почему эту песню многие ненавидят? Да потому что этот хит – настоящий поп-вирус Который, даже если не нравится, все равно врежется в память И волей-неволей захочется напевать снова и снова Даже если ты не фанат Блэк Стара Похожая история случилась с лекарством Тантум Верде Но мы уже рассказывали, как придумывают рифмы Блэк Стар Рекламная песня Тантум Верде Форте убивает все микробы в горле Была самым настоящим гимном этой суровой зимы Как это ни странно, но с командой авторов Тимураза Не сравняться песни, где вообще с трудом можно разобрать, о чем поют исполнители И чем примитивней текст или непонятней речь Тем больше шансов стать настоящим хитом и интернет-мемом Ручка плюс яблоко равно ананас Примерно об этом поет сумасшедший японец в назойливой песне Или взять, например, цыгана Так там вообще непонятно, о чем песня Это единственное, что можно разобрать Даже непонятно, на каком языке эта песня спета Может кто-то из вас это знает Сейчас, как мне кажется, в России переломный момент Я думаю, что мне нет смысла озвучивать, что сейчас происходит Те, кто активно смотрит YouTube и интересуется тем, что происходит в нашей стране, и так в курсе Так вот, иногда очень весело наблюдать за взлетами и падениями некоторых талантливых артистов Которые, несмотря на шикарные природные данные, не могут сделать качественный контент И получается настоящая кака Буквально на днях Алиса Вокс выпустила клип, посвященный школьникам Которым она свысока рекомендует не ходить на митинги Учить мат в часть и начать с себя, если они хотят изменить мир На самом деле, все это очень даже грустно У бывшей солистки Ленинграда, безусловно, шикарные голосовые данные Наспех скроенный клип, съемку которого, наверное, делали по пьяни Неудачные ракурсы и монтаж на коленках Один вопрос, зачем? На клип своей бывшей подопечной Шнур отреагировал в своем инстаграме Заметив, что если ты даешь наставление в повествовательном наклонении То содержание должно совпадать с формой Сравнив клип Алисы с клипом начинающего блогера Хотя для бывшей солистки Ленинграда это можно сказать успех Если считать, что черный пиар, это тоже хорошо И это, кстати, ее первое видео, собравшее более 1 миллиона просмотров На три недели ранее Птаха выпустил похожий по смысловому содержанию И по ссылу противооппозиционный клип под названием «Свобода» У которого статистика еще хуже, чем у Vox 8 тысяч лайков против 100 тысяч дизлайков То есть получается, если кто-то сейчас выпустит видео против оппозиции То его тут же закидают тухлыми яйцами или помидорами К тому же Птахе, например, никто не поверил и видео посчитали проплаченным На реакцию Навального Птаха отреагировал тут же Вызвал его на рэп-баттл, а затем сказал, что это и вовсе был сарказм Обозвав Алексея тупым бараном За границей все более-менее понятно Пухленькая певица Меган Трейнер мигом стала известна на весь мир Когда спела песню про толстых дамочек В общем-то, противостояние толстых и тонких идет уже давно Но суть в том, что моветон не только обзывать упитанных людей жирными Но и худых обзывать скини-бич Типа худощавая сука Согласитесь, это тоже неправильно и оскорбляет чувства Правда, не верующих, а худых Впрочем, хейт и критика со стороны худых людей Не помешала песне стать хитом лета в 2014 году И почему все так не любят сладких мальчиков? На самом деле, непонятно, почему на Джастина Бибера в свое время обрушился самый настоящий шквал негатива То ли всех бесил его детский голос и смазливая мордашка То ли сам парень зазвездился Ну а что все ждали от ребенка, который стал мировой звездой в 14 лет? Факт остается фактом Одной из самых ненавистных песен в мире считается песня Baby Которую, тем не менее, посмотрели на Ютьюбе более полутора миллиарда раз И клип собрал более 7 миллионов дизлайков Ну а Рома Желудь просто выбрал неверную дорожку, пытаясь получить звание русского Джастина Бибера И тоже, несмотря на свои внешние данные и возможные таланты, провалился в своей музыкальной карьере Выпустив назойливую песню про лайки, которая собрала всего лишь 50 тысяч лайков и целых 200 тысяч дизлайков Вот такой вот сегодня топ! Напиши в комментарии, какая песня тебе бесит больше всего и почему Самый смешной комментарий попадет в закреп под этим видео Обязательно ставь лайк и подписывайся на наш канал С вами была Вика, увидимся в следующем видео, пока!